Всем привет, это Просто Ремонт, я Ксюша, и это, наверное, один из самых долгожданных выпусков Выпусков с обзором моей детской Я долго игнорировала эту тему, и несмотря на то, что в карантин мы снимали обзор всей моей квартиры, детскую, я так вот, ну, типа, упустила Несмотря на то, что, в принципе, наверное, это достаточно интересно, потому что у меня детская комната 11 метров квадратных При этом значительную часть занимает шкаф, который не только детский, но и такой, один из основных в квартире Комната неправильной формы, и здесь живет трое детей, то есть прямо впихнуто все максимально Короче, ну, думаю, вы сейчас сами все увидите Детская совершенно не инстаграма была Тут не будет красиво расставленных одинаковых игрушечек, но здесь будет все очень реальненько Итак, основное, что тут есть, это кровати Тут двухэтажная кровать и кровать-чердак За счет того, что потолки здесь больше трех метров, это позволило, как бы, увеличить стандартную высоту вот этих вот двухэтажных кроватей-домиков В коньке этот домик, ну, мне кажется, почти три метра За счет этого получилось такое достаточно нормальное расстояние и у верхнего ребенка, и у нижнего ребенка И плюс снизу еще дополнительные выкатные ящики для игрушек Кровать-чердак Тоже высоту я специально чуть увеличивала Зачем? Специально под ящики из Икеи, в которых хранятся игрушки Это не специальные детские ящики Это ящики для сортировки мусора Но их, на самом деле, очень удобно использовать именно для хранения игрушек Почему? Почему не какие-то специальные ящики? На самом деле, специальные ящики тут есть Тут вообще никаких только ящиков в этой комнате нету Вот эти вот специальные ящики для хранения детских игрушек Они, как бы, ты после того, как их заштабилируешь Один на другой поставишь Потом поймешь, что ты нашел какую-то машинку, которая, по идее, хранится в нижнем ящике И тебе приходится всю эту конструкцию разбирать У этих ящиков для сортировки мусора Отличная функция Тут можно приоткрыть вот этот верхний клапан И что-то докинуть, добросить, либо залезть Что-то из мелочи достать То есть необязательно всю эту конструкцию каждый раз разбирать Ну, по крайней мере, чтобы что-то доубрать, да, закинуть Дальше, по задумке, тут должно было оставаться место для каких-то крупногабаритных игрушек Либо чтобы эти ящики иногда можно было вытаскивать и там, как в домике, играть Но что есть, то есть Честно скажу, ничего специальное в этой комнате перед съемками не прибиралось Всю уборку производят дети так, как производят, но чтобы показать, как оно все существует Конечно, я могла большинство, 99% игрушек, отсюда выгрести и убрать в ту комнату за стенкой И тут бы что-то красиво расставить Но это было бы неправдивенько Короче, вот в результате это место для того, чтобы туда что-то запихивалось Отделка Стены, полы На полу пробка, клеевая Это то, что очень многие, не имеющие детей, но планирующие детей, хотят сделать на пол Именно это я и сделала В плане того, что она теплая, какая-то там тактильно приятная и так далее и тому подобное Слушайте, мои дети валяются абсолютно везде И в детской, и в гостиной на ламинате, и даже на улице на асфальте И в принципе разницы принципиально никакой нет Но кроме вандалостойкости Потому что если вы вот тут вот приглянетесь Тут очень много выбоин, которые, ну как-то так вот совершенно случайно Как объясняет Руслан, появились Как-то вот самостоятельно К тому же в этой квартире есть еще код, которого вы очень часто видите в наших роликах И он тоже свои корректировки в этот интерьер внес Поэтому выбирая между ковролином и асфальтом Ну или между пробкой и асфальтом Я сейчас бы, скорее всего, выбрала асфальт Ну вот по поводу асфальта, это, конечно, шутка Но вот плитка, возможно, это и не такая плохая идея Ну и раз уж зашла речь о плитке Хочу рассказать вам о бренде Колизеум Который, на самом деле, давно на рынке, но малоизвестен Несмотря на то, что он производится в России На крупном заводе На том же заводе, на котором производится, например, такая известная марка, как Эталон И многие другие То есть бренд действительно достойный, качественный На что бы я хотела обратить внимание На новинки Коллекция Помпеи Это мрамор, камень Вообще тут, на самом деле, достаточно много хорошей имитации камней И в более старых коллекциях, но и в новых Но если мы мрамор чаще всего видим в бело-серых вариантах, да? То тут вариант теплый, бежевый Что, ну, скажем так, интереснее Потому что этот бело-серый уже поднадоел и немножко избит К тому же в нем еще присутствуют терракотовые оттенки Интерьер с ним будет более таким домашним, теплым Его смело можно использовать не только в санузлах, но и в кухнях, кухнях, гостиных Плитка, на самом деле, сейчас уже выходит из кухонь и санузлов И активно применяется и в других комнатах Например, в детских Ну, в детских, может быть, конечно, это шутка Но в гостиной абсолютно точно можно использовать и на полу, и на стенах в качестве акцента И вот такие варианты с более теплыми терракотовыми оттенками Будут отлично сочетаться с тем терракотом, который сейчас очень моден в интерьерах Коллекция Лената имитируется старый металл На самом деле, очень крутые по фактурам, по оттенкам В зеленый, честно, искренне, я просто влюбилась Он и трендовый, и очень хорошего оттенка, фактуры При этом стоимость этого керамогранита весьма и весьма доступная Ну, потому что это российский завод, но, опять же, повторюсь, завод российский, но керамогранит очень качественный Я была просто на этом заводе, поэтому, верьте, они крутые Не могу не отметить также коллекцию Lifestyle Опять же, трендовая геометрия, очень крутые расцветки К тому же, все эти декоры идут метрами квадратными То есть, это не поштучный декор, который становится потом, я не знаю, крылом от самолета в вашем интерьере, ну, по цене А метрами квадратными, то есть, идет, как обычная плитка Можете сделать хоть одну стенку, хоть две, хоть три, сколько угодно, сколько нужно вашему интерьеру Расцветки, дизайны, все очень трендовые Цвета очень крутые, прямо вот можно использовать везде и всюду В коллекции Lifestyle также есть декор, декор в виде вот таких вот арочек Это уже идет поштучно, но такой формат, как правило, все равно используют не массово везде и всюду Это либо какие-то вставки, либо там, не знаю, какой-нибудь фартук И вот эти вот арочки или такие вытянутые чешуйки, это опять же сейчас там самый-самый тренд То, чего мы очень много видели на выставке Черсая Плюс в этой же коллекции есть трендовые кирпичики в пяти трендовых расцветках Четыре из них идут метрами квадратными, а одна золотая, как декор Но золото, опять же, это штучное, это прям такой вау-вау А синий, зеленый, серый и такой нюдовый, это все идет метрами квадратными Ну, еще один плюс и для дизайнеров, и для недизайнеров У Колизеума есть вот такие вот стенды, как вот находятся сзади меня Один из них находится точно в салоне Веста Керамика Тут он точно есть, потому что мы тут снимаем И тут вот эти все образцы можно взять с собой, чтобы где-то примерить Потому что если кусочек обоев где-нибудь мы можем попросить нам отрезать То ни в каком салоне кусочек плитки вам не отрежут И даже если такой какой-нибудь образец вам готовы будут дать, да, ну, таскать его с собой, то еще удовольствие А тут вы можете взять там 2, 3, 4, если вы сомневаетесь в оттенке Или вам нужно что-то к чему-то подобрать Берете спокойно в сумочке с собой, везете, подбираете Мне кажется, это супер-мега идея делать вот такие вот стенды для использования в обычной реальной жизни Чтобы не коллекционировать вот эти большие форматы, чтобы не покупать их поштучно Там, не как-то там придумывать В общем, короче, не заморачиваться с подбором Опять же, затирку легко подбирать, да, вам не обязательно, вы заказали на объект плитку Вот, она у вас лежит, у вас, допустим, еще там ее нигде-то не попилили, не сделали, кусочков еще нет Спокойно взяли маленький образец, спокойно выбрали все, что вам нужно Очень удобно Резюмирую, бренд Колизеум Давно на рынке, фабрика российская, качественная, сама лично на этой фабрике была Рассветки трендовые, цены наши российские Очень круто, работать с ними удобно Что тут еще? Тут есть еще икеевская система Труфаст На самом деле тут стояло вот три таких модуля В двух контейнерах, опять-таки, с игрушками Еще один модуль стоял под книжки Но на прошлый Новый год младшая очень сильно хотела домик Поэтому Дед Мороз домик принес Один из Труфастов переехал в гостиную к рабочему столу у старшего А тут у нас живут куклы И на самом деле вот этот домик, он прямо у моих детей суперактивно используется Есть еще стеллаж, на стеллажах стоят то игры, то какие-то игрушки, то книжки То вот эти вот какие-то шлемы старшего Снизу по задумке должны были быть ящики с лего Но сейчас там и ящики с лего, и ящики совсем подряд И почему-то детская одежда Ну вот так вот Сбоку какой-то ворох из мягких игрушек Хотя на самом деле они должны храниться в этих нижних ящиках Ну короче, как-то все детьми переформировалось Также игрушки мягкие вы можете увидеть запихнутыми в крышу Это специальная задумка Руслана Ну я надеюсь, он нам объяснит, зачем оно так Ну вот, почему-то оно так Открой тайну, зачем, почему вот звери, они вот там вот там запихнуты? Это зачем? Они меня попросили Что они там хотят сидеть? Да, им там нравится Они говорят, хотят рассматривать все кубки Тут кубки, а это звери, которые, зрители, которые смотрят на эти достижения Да Окей Это и киевский стеллаж Ивар На самом деле количество полок, ну на мой взгляд, сейчас маловато До этого там как-то по-другому все было перерасставлено И вот это вот расстояние было тоже там с определенной задумкой сделано Вот, я докупила еще две полки и хотела их перерасставить Чтобы как-то все систематизировать Тем более младшие тоже пошли в школу Но я недавно купила квартиру, поэтому на всю эту историю немножко подзабила Поэтому мы решили снять этот ролик, потому что, ну, либо сейчас, либо уже никогда Обзор квартиры этой мы уже снимали А обзор квартиры, которую я купила, обязательно будет Это фееричная, необычная квартира Я думаю, сейчас в качестве затравки пару фоточек мелькнет В общем, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить этот обзор На стенах обои, они как и напольное покрытие, появились за два года до появления Руслана И тем не менее, до сих пор здесь, в общем-то, достаточно актуальны Они светлые, нейтральные И в то же самое время на них есть рисунок То есть такой лес У нас, условно говоря, если кто-то хочет какой-то концепции Или претенуть какую-то концепцию У нас тут, типа, домик в лесу Не знаю, насколько тут читаются домики в лесу Ну, типа, так оно и есть Чем мне нравятся эти обои? С одной стороны, они достаточно нейтральны С другой стороны, там куча каких-то деталей Кто из нас в детстве перед сном не рассматривал обои И я что-то себе не придумала, не воображала Это моя такая мамская идейность Чтобы на обоях были какие-то мелкие детали Были какие-то интересные сюжеты Чтобы, разглядывая их, можно было что-то придумать Правда, дети в рисунок обоев Особенно Диана, которая спит снизу Внесла свои коррективы Теперь она разглядывает всякие наклейки И все, что она хочет Диана, зачем тебе столько наклейок? Зачем ты стены все обклеила? Для красоты Это красивее, чем просто обои? Они просто черно-белые Это неинтересно А, черно-белые обои неинтересны? Их неинтересно рассматривать? Да А еще, если я там лежу, то ковыряю скотч А, то есть скотч специально для отковыривания? Да А если с той стороны лежишь, то что? Наклейки А, то есть ты поэтому спишь что в одну, то в другую сторону? Да Для разнообразия? Да Еще там скотч есть А он для чего? Тоже для отковыривания? Да Продуманный ребенок наклеил с вечера скотч, чтобы потом отковыривать? Да Я абсолютно нормально отношусь к обклеиванию всего наклейками В конце концов, это их комната Это их каждого ячейка общества Это их личное пространство Поэтому, что хотят, пусть там то, в общем-то, и делают в рамках закона Кариша, почему у Дианы стены обклеены наклейками, а у тебя нет? Ну, потому что не захотела А ты рассматриваешь, что там на стенах есть? Нет, это просто для красоты А почему у тебя вот такие наклейки, не наклейки, а обводки наклеек наклеены? Тоже для красоты? Потому что все наклейки я обклеила, захотела еще наклеить наклейки Поэтому наклейки, поэтому наклеила вот эти А почему у вас там такой бардак? Потому что места не хватает И корзинок тоже не хватает Игрушек очень много? Да Может, надо как-то часть? Нет А почему вы вещи постоянно туда запихиваете, а не в шкаф? Потому что нам лень их вешать Логично В шкаф вот не только для детской одежды, но еще и для взрослой и для сезонной В дальней части детская одежда Причем там рейлинги в два ряда То есть сверху одежда, которая реже носится, какая-то нарядная А ниже ежедневная, повседневная, которую дети могут сами взять Сейчас дети выросли, одежды, соответственно, стало больше Поэтому там все немножко так бардачно Но опять-таки я их не переставляю Хотя могла бы это сделать просто потому, что надвигается переезд Наверху антресоли Это вообще фееричная история Когда-то у икеевских паксов были антресоли И эта ниша делалась специально под икеевский пакс Опять же, кто спрашивает, как встроить пакс в нишу Какие нужны зазоры Как это вообще возможно Смотрите, тут зазоры минимальные Как вы видите, несмотря на то, что строители тут были, ну, скажем Не какие-то суперпрофессиональные Все они сделали и все прекрасно, идеально, в общем-то, встроилось Кроме того момента, что я тогда еще была моложе и неопытней Все на собственном опыте, да Я не сделала там заглушку Поэтому там потом был подпилен подоконник Потом еще что-то Короче, там нужно было либо делать заглушку Либо не делать ящиков, а делать просто штанги Потому что ящики сейчас там не очень хорошо выдвигаются Несмотря на то, что там все подпилили Там, кстати, красивая решеточка на радиатор тоже была Потом просто Русс ее слегка демонтировала Так вот про паксы Когда-то у серии пакс были еще антресоли И в определенных сериях дверей были еще дверки Корпуса я купила, двери я решила купить потом Но к тому моменту, как ремонт доделался Паксы вставились Антресоли вышли из ассортимента Ну и, соответственно, двери тоже вышли из ассортимента Поэтому долгое время они были вот такие открытые Потом я думала, может, перезаказать двери Потом я плюнула, купила просто карниз Потом еще сколько-то лет я дозаказывала шторку В такой же ткани Тут у детей были тоже вот эти все домики, шторки и прочее Но потом это все надоело Потому что это нужно было снимать, стирать Они это все как-то сдергивали Это все не так инстаграма висело, как хотелось бы Короче, их сняли Эта шторка тоже периодически отваливается Но няня ее все равно упорно, в общем, развешивает обратно С карнизом и шторой, как вы видите, тоже не задалось Это была идея просто до появления детей Что там будет карниз и штора Штора в детской, мне кажется, абсолютно лишний элемент Потому что с карнизом что-то случилось Со шторой тоже вещи что-то случалось Поэтому, короче, карниз оттуда удалили Как и штору Остался подоконник, который, как вы понимаете Опять-таки, завалился всем подряд Возможно, сейчас мамы-минималисты меня загнобят Но я не знаю, как это получается Честно скажу, я не та мама, которая постоянно детям покупает игрушки То есть у нас прямо это все исключительно Там на дни рождения, на праздники Все суперограничено Я не таскаю игрушки ворохом из командировок Я не знаю, откуда их столько Мне кажется, они размножаются, пока меня нет дома Что еще тут есть? Тут есть полки с медалями Русс у нас занимается BMX-рейсом В общем, у него, короче, тут очень большая коллекция кубков, медалей Он про них сам все расскажет Ну, тут особо говорить нечего, если читать Я сам забыл, сколько их 23 кубка И очень много медалей За что? Медалей очень много Только две не моих Ну ладно, четыре не моих Две карины и Дианы И получается Одна и две карины За что у тебя такие медали? Ну, за места, которые я занимала Ладно, я за него похвастаюсь У человека есть кубок с чемпионата мира Он финалист чемпионата мира По BMX-рейсу У него есть два кубка с кубка Европы из Вероны В общем, очень много с прибалтийских соревнований Поэтому все вот эти шлемы, которые вы видите Это тоже все вот этого человека Светильники Да, какие-то непонятно китайские Тогда, вот в те годы За два года до появления Руслана Я тоже не была особо идейной Поэтому вот я даже не знаю их происхождение Судя по цене Это какая-то копия-перекопия С чего-то еще Но они вполне соответствуют концепции Домик в лесу То есть у нас тут лес У нас тут домики И какие-то целианты потенциальных Свисают цветы В общем, они достаточно неплохие Главное, не бьющиеся Тоже это я такая умная была Пока у меня детей не было Я купила в детскую Не бьющиеся светильники Ну, потому что как же так? Ребенок их может разбить Да, действительно, эти светильники не разбиты Но в квартире разбиты еще три светильника Которые расположены не в детской Поэтому покупка в детской Не бьющихся светильников Не уберегает все остальные ваши светильники В доме от какого-нибудь Руслана Поэтому либо нужно на это забить Либо весь дом делать антивандальный В плитке, асфальте С не бьющимися светильниками А что делать с котом, я не знаю Потому что против него тоже, наверное, нужен асфальт По всем стенам Ну, вот такая вот у моих детей сейчас детская В следующем Нет, не следующем Через один или через два Или через сколько-то роликов В общем, совсем скоро Вы увидите те детские Которые у них будут дальше Так что не переключайтесь Увидимся Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok